Готов ли у вас план действий, с чего будете начинать, или пока об этом рано не будет еще? Ну, наверное, план нам определил Владимир Владимирович вчера, когда у нас была с ним рабочая встреча. Собственно говоря, на мой взгляд, план уже есть в Дагестане. Конечно, он будет нуждаться в определенном корректировании с учетом ситуации, которая динамично меняется во всем направлениям. Но я думаю, что, наверное, мы будем придерживаться тех задач, тех указаний, которые мы получили от президента нашей страны. Как будет работать с местными кадрами? Будете ли менять команду? Ну, мы не примерные, наверное, у нас никто не формирует команду мастеров сегодня. Наверное, все-таки мы должны просто подбирать профессионалов на те должности, на которых они будут отвечать современным требованиям. Поэтому говорить о какой-то смене команды, опять же, наверное, преждевременно. Мы выполним определенный экламент, который предусмотрен нормативными документами, но при этом, опять же, каких-то резких изменений я не предполагаю делать. Все будет зависеть от того, насколько люди соответствуют своим профессиональным качествам, насколько эти качества соответствуют их должностям, и насколько эта работа позволяет исполнять те задачи, которые сегодня перед нами стоят. Скажите, пожалуйста, основные направления, проблемы Дагестана, которые вы считаете приоритетными для решения? Ну, может быть, я повторюсь, но, тем не менее, наверное, об этом надо говорить. Наиболее, конечно, главной задачей нашей является то, что мы сегодня находимся действительно в условиях такого угрожаемого периода в плане того, что пандемия, опять, к сожалению, нарастает, и не только в Дагестане, но и во всей стране. И поэтому работа оперативного штаба и принятие мер, которые позволят в этом режиме пандемии соответствующим образом и защитить людей, и защитить те сферы деятельности, на которые она оказывает значительное влияние, это задача приоритетная. Это сегодня наш передний край. Во-вторых, конечно, экономика. Экономика, мы говорим сегодня, опять же, не о Дагестане, я не хотел бы, чтобы вы поняли меня превратно, чтобы не так звучало, что в Дагестане все плохо, везде все хорошо. С экономикой, как мы видим, во всем мире на сегодняшний день существуют очень серьезные кризисные проблемы. И, безусловно, эти проблемы существуют и у нас в стране, они существуют в Дагестане. И мы должны на сегодняшний день все-таки уделять внимание экономике настолько, чтобы она позволяла нам, ну, по крайней мере, удержать тот уровень, который был достигнут до режима пандемии. Ну и, безусловно, заглядывать в будущее для того, чтобы мы избрали какие-то направления по развитию различных сфер, которые позволят не только экономически развиваться, но и развиваться социально в нашей республике. Третье, я, может быть, повторюсь, но тем не менее скажу, потому что это тоже задача нашего руководства. Я хочу настроить работу так, чтобы каждый руководитель на своем месте и имел обратную связь с населением, с народом, чтобы мы понимали те проблемы, которые существуют сегодня у людей. И корректировали работу так, чтобы она была направлена прежде всего на разрешение этих проблем, на создание тех условий, которые бы позволяли людям в Дагестане жить комфортно. Об этом нам вчера, собственно говоря, и говорил президент нашей страны, и такую задачу он перед нами поставил. Ну и, безусловно, конечно, развитие тех традиционных для Дагестана направлений, как самобытность, многонациональность, культура, спорт, этому тоже нужно уделять сегодня внимание, потому что это тоже является сферой интересов нашего населения. Если позволите, еще один вопрос. Была проделана большая работа в последние годы по декриминализации, борьбе с коррупцией. Скажите, пожалуйста, будет продолжена эта работа и насколько это важно? Ну, опять же, я не хочу выделять в этом отношении Дагестан, чтобы это не было превратно понято. Работа по противодействию коррупции уже на протяжении нескольких лет ведется во всей стране. И именно эти направления, конечно, будут выдерживаться и в Дагестане. Но в этом плане я бы не хотел, чтобы мы сегодня, в первую очередь, говорили о декриминализации. Мы должны, наверное, говорить о том, чтобы каждый человек на своем месте мог честно работать. Об этом я не говорил, но Абдуалиевич не раз говорил, призывал. Если люди будут честно работать и, на самом деле, в первую очередь, ставить для достижения своей цели, как чиновник, эта работа во благо людей, тогда мы о декриминализации говорить не будем. Тогда мы просто будем говорить о поддержании общественного порядка, об обеспечении общественной безопасности. То есть о тех вещах, чем занимаются у нас правоохранительные органы во всей стране. Мне бы хотелось, чтобы это дошло до сознания каждого, кто находится сегодня на руководящем месте. Владимир Владимирович, вы настроены? Настроены, что вы говорите? Да, по-настроенному. Дагестан для вас, вы сами говорили, стал... Настроен, я отвечаю на вашу ответственность. Дагестан, вы сами говорили, уже стал родным. Что ощущаете сейчас? О чем успели поговорить уже? Ну, вы знаете, так, наверное, одним словом не скажешь, потому что много чего уже за это время прошло. Сейчас внимательно слушаю Сидия Ильича, мы с ним работаем, еще не подаем вместе. Еще знаем, думаю, я рад, что назначена на эту должность. Сейчас говорим, я внимательно слушаю. Я, конечно же, желаю удачи. Желаю, что вы ее поддерживаете. В тех намерениях, которые... Но жизнь пока что работает. Сидия Ильича об этом же говорит, посмотри. Те, кто работает и убивается, это очень хорошо. Те, кому, может быть, недостаточно, это так понял, что будет спрос определенный, будет поработать с кадром. Это правильно. Смена руководства всегда предполагает. Еще одна оценка, объективная оценка. Но мы сошли к вам, что коммуникации с людьми, работать с людьми. Тот самый принцип, который постоянно аппагандирует в своей работе, демонстрирует президент. Каждый день мы это видим. Это нас объединяет. Ну, а в остальном, вы останетесь теми, которые это были. Кстати, я хотел бы поблагодарить за них. Говорят всех, кто меня поддерживал, всех, кто меня поддерживал. Очень приятно, что я сейчас вижу, что критики, мои критики в том числе, критикуют негативный процесс. Это тоже критик. Потому что критика объективная, это огромное достижение общества, моего критика. И без нее ничего у нас не получится. Но, черт, получается, надо быть мягким. Я хорошо понимаю, что сегодня жить журналисту непросто. Есть определенные связи, материальная зависимость. Мы пока живем в такой системе координат. Но при этом, я считаю, это огромное достижение. В Дагестане общественное мнение формируется благодаря вам всем, кто здесь присутствует и кого нет. Работающие на интернете. Я считаю объективным. Может, не нравится. И мне иногда не нравится, если честно сказать. Критика не нравится. Но полезно. Это достижение. С этим, я думаю, придется всем считаться. И тем, кто его формирует, и тем, кто выполняет от нас вот те вытекающие из общественного мнения задачи. То есть власть спорта. Ну, а так, я думаю, что процесс будет идти по восходящему. Спасибо.